Паводковый период в Омске это всегда массовые потопления. Как и в прошлые годы, мэрия вновь напомнила горожанам номера телефонов экстренных служб. Но истории жителей домов частного сектора позволяют утверждать, что звонить спасателям зачастую бесполезно. По вызову приезжают редко и бороться с наводнениями, а мечам приходится самостоятельно. Всевозможную помощь горожанам оказывают депутаты-коммунисты. Об этом наш следующий материал. Ну где-то вот на такое вот расстояние точно ушло. А мечка Вера Малинок вспоминает, каким когда-то был ее дом. Много лет назад, где-то на полметра выше. Этот участок центрального округа считается одним из самых низких. Именно поэтому он требует особого внимания от дорожной службы в паводковый период. Но из года в год из-за регулярных подтоплений деревянная постройка буквально врастает в землю. Здесь колонка, здесь постоянно вода, постоянно машины моют. Здесь машины моют. Снег не убирается. Все бежит к нам всегда. Колонку топит. Прошлую зиму два раза топило нас. Я обращалась в водоканал и снился только и все. Женщина точно помнит, что в прошлом году она просила коммунальные службы помочь не меньше 15 раз. Все безрезультатно. Без особой надежды Вера Феликсовна начала привычный обзвон из своего затопленного дома и нынешней весной. В этом году я только начала жить, мне опять начали футболить. С одну службу на другую, потом мне надумали позвать Ивана Александровича. Я им позвонила. Спасибо, правда, что сразу же вечером приехали, воду откачали и трубу отогрели. И нас хоть не топит в этом году. После звонка, обратившейся к нему омечки, депутат-коммунист Иван Ивченко на место приехал в считанные минуты. Оценил обстановку и тоже начал звонить в экстренные городские службы. После того, как стало понятно, что приезжать по указанному адресу никто не собирается, народный избранник пошел другим путем. Пришлось напрямую звонить в выходной день Казимиру Владимиру Прокопьевичу. Это начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства. Выехал на место. Здесь в течение двух часов все работы были проведены, вода откачана, все трубы отогреты. Фактически все выходные мы провели на территории округа, в частности здесь, где была очень большая проблема. И вопрос был решен. Именно благодаря стараниям депутата КПРФ была решена и многолетняя проблема полностью разрушенной дороги вдоль улицы Красный Пахарь. Один из местных жителей, Виктор Чепенко, вспоминает, два года назад здесь были метровые ямы глубиной не меньше 15 сантиметров. После письменного обращения о МИЧЕ Иван Ивченко отправился в администрацию и ходил туда как на работу на протяжении двух лет, каждый будний день. Итог – одна из самых ровных дорог во всем Омске. Однако на этом проблемы не кончились. Сточная канава, которую раскопали параллельно с ремонтом магистрали, практически бесполезна. Она не соединена ни с какими ливневками, никуда эта вода не уходит. Они просто наполняются. Это грунт, который выбрали, он лежит на обочине этих. И мы живем, вот когда вода идет, у нас улица под наклоном, и со всего Амура идет вода сюда, есть сейчас практически стекать некуда. Очередное обращение жителей домов по улице Красный Пахарь Иван Ивченко тоже не оставил без внимания. Сейчас депутат-коммунист добивается нормального обустройства ливневок. Если включаться в работу как положено, как надо, я не могу сказать, что это трудно. То есть, все-таки нам за достаточно короткий срок удалось восстановить эту улицу. И я думаю, что мы этот вопрос с ливневкой точно решим. Идти на пролом и решать проблемы своих избирателей для Ивана Ивченко – привычное дело. Искренняя благодарность и доверие людей – лучшее тому подтверждение.